Хе-хейшки! Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Неркин и добро пожаловать на новое видео! Воу! Круто! Видео с веб-камерой! Если вы готовы, сегодня мы с вами рассмотрим снэпшот версии Майнкрафта 16 W39A, который привносит в себе много изменений, которые были рассказаны на Майнкоде 2016. Если вы готовы, ставим лайки и погнали! Бум! Ребята, хочу посоветовать вам просто супер угарный и веселый канал, где парень-улитка угорает над самыми простыми вещами, развлекается, попадает в нелепые и веселые ситуации, используя различные предметы не по их прямому назначению. Лично я уже подписался и с каждым выпуском они поднимают мне настроение. Быстрее подписывайся и не пропусти новые выпуски! Меня долго-долго-долго просили, просто невероятно долго просили, чтобы я снимал с веб-камерой. Я не снимал, потому что я ждал два софтбокса, зеленый фон, и чтобы все это было уже более на профессиональном уровне, чтобы вам было интересно смотреть за качественную картинку. Пока что я снимаю на свою веб-камеру, но в скором времени, возможно, будет еще лучше качество. Посмотрим! И сегодня первым делом я вам расскажу, что нам добавили в Майнкрафт. Сначала я вам покажу разные рецептики и всего-всего другое, что нам добавили. И был необычный сюрприз от Майнбоджанга, от Джеба. Я не знаю вообще, как это возможно. Сейчас вы об этом все узнаете. Во-первых, был добавлен блок наблюдателя. Как вы уже поняли, это Observer Block. И майнкрафтится очень просто. Всего лишь нам понадобится 6 булыжников, 2 редстоун пыли, 2 редстоун пыли и 1 кусочек адского кварца. И все. Вот и все. Мы получаем адский блок, который дает сигнал после того, как что-нибудь где-то обновится блок. Думаю, все вы прекрасно об этом понимаете. На этом мы будем долго не будем засиживаться и не будем долго говорить об этом. Потому что это никому не интересно. Этот уже блок уже был реализован в Майнкрафт Покет Эдишн. И давайте-ка будем начинать дальше. К самому вкусненькому. Во-первых, у нас появилось что? Правильно, у нас появился дроп с наших шалкеров. Это шалкер-шелл. К сожалению, я не знаю, каким образом можно его поставить, но его никак не поставишь. Мы его просто можем выбить. И всего лишь, если мы убьем 2 шалкера, мы получим 2 ракушки шалкера. И сможем создать вот что. Это шалкер-бокс. Вот такой вот рецепт у него. Всего лишь 1 сундук и 2 шалкер-бокса. И ставим его на землю. И вот что мы получаем. Вроде бы с виду это обычный шалкер. Но если мы его с вами откроем, то, вуу, крутая анимация. И можем с вами положить туда разные предметы. Например, вот такие вот как... А, видите? Вот, вот ваш главный вопрос, который вы задавали. Возможно ли положить шалкер-бокс в шалкер-бокс? Увы, как видите, я не могу его положить. Но, возможно, мы можем положить... Да, шалкер-шалкер можно положить в любом случае. И Незер Кварц. Теперь, если мы возьмем с вами, например... Не знаю, давайте возьмем алмазную кирку. И давайте выйдем с креативного режима. И попробуем его сломать. Бумс! Сломали, получили. Стоим обратно. Бум! У нас появился рюкзак в Майнкрафте. Это офигенно круто. Надеюсь, вам это понравилось. И вот за это, возможно, поставите мне лайк. Я очень сильно стараюсь. Ну и что же, погнали дальше. Это все можно забрать уже. Опс! Это можно сломать. И погнали дальше. Но вот какой вот сюрприз нам подставил Джеб и команда Майнкрафта. Как видите, у нас есть разноцветные шалкер-боксы. Точнее, коробки шалкера. Вау! Это офигенно круто. У нас есть розовый. У нас есть разные любые другие. У нас есть все цвета, которые существуют в Майнкрафте. Но, к сожалению, друзья, я не знаю почему, но нет пока что крафта. Я просто предполагал, как это возможно сделать. То есть, таким вот образом. Например, смотрите. Я пытался взять крафтинг-тейбл. Поставить его вот сюда. И взять, например, нашего пурпурного красителя. И если я его поставлю сюда, посредилки, например. Поставлю сюда purple. То все равно получается шалкер-бокс. И если даже его обведу, то у нас ничего, увы, не получится. Не знаю, с чем это связано. Возможно, в скором времени добавят крафт этого всего. И я удаляю наш инвентарик. И погнали дальше. Не хочу долго делать это видео, чтобы вам было интересно. Добавлю также два новых зачарования. Это enchanted book и enchanted book. Ладно, я шучу. Все же хорошо. Это, во-первых, curse of bending и curse of punishing. Это два злых зачарования для мапмейкеров. В котором curse of punishing это после того, как вы умираете, вещь назначаренная на это зачарование будет пропадать. А это после одевания этой вещи на себя вы ее не сможете снять больше. Давайте мы это все сделаем. Попробуем. Возьмем для начала... Черт. Ладно. Ничего страшного. Возьмем для начала себе diamond chest plate. Точнее нагрудник алмазный. И также алмазный меч. И зачаруем это все. Во-первых, меч мы зачаруем на ваннишинг. То есть, после того, как мы умрем, он сломается. И также алмазный руль зачаруем на то, чтобы мы его не смогли снять. И, кстати, смотрите. Четыре уровня зачарования на это нужно. Это очень жестоко. Ладно. Смотрим. Я выхожу из креативного режима игры. Окей. И ставим его. Бум. Я уже его не могу снять. Я тысаю, тысаю, клацаю, клацаю. И ничего не получается. Я думаю, вы слышите, что я кликаю просто и ничего не происходит. Меч, как и был, так и оставался на... Ну, вот, как и осталось на 7 уровня дамэджа. То есть, наносение урона. И теперь давайте посмотрим. Если мы умрем, то... Килл. Отлично. Бум. Я респавнюсь. Где я респавню? Таким образом, друзья, мы поняли, что мы с вами нашли первый баг в Майнкрафте. И это то, что если мы введем команду килл, то мы умрем. Если нажмем кнопочку респавн, и мы, увы, не респавнимся, потому что Майнкрафт будет крашиться. Воу. И все вещи, которые были у меня, пропали, скорее всего. Да, пропали, потому что, ну, Майнкрафт крашнулся и ничего не сохранил. Но вы уже поняли, лучше этого не делать. Я лучше не буду дальше... Я этого не буду вообще делать. И перейдем дальше. Добавлен тотем бессмертия. Давайте мы его возьмем... Ну, почему-то... Вот, теперь перейдем в кретинный режим. И возьмем тотем бессмертия. Давайте мы его будем держать, я не знаю, вот в этой руке. Нажмем на кнопочку F. И давайте запавним возле себя небольших пару криперов. Интересно, а если я вообще умру? Вообще постараюсь умереть в этом мире? То мне кажется, что будет, наверное, вообще тоже плохо. И если... Ну, я уверен, что, наверное, опять-таки крашится Майнкрафт. Не знаю, посмотрим. Переходим в сурвайвл мод. И давайте, раз, два, три. И возле этого еще раз. Давай-ка, ну-ка. Черт, не хватает, не хватает, не хватает. Мне нужно было больше криперов взять. Окей, берем тогда тонну криперов. Просто невероятную тонну. Возьмем их, мы сразу наспавним вот здесь. Давайте наспавним ваших криперов. Ну-ка, и посмотрим. Я перехожу... Сразу же быстренько перехожу в креативный режим. Опа, опа, опа. Воу, офигенная анимация. Мне дали дополнительную жизнь. И также дали регенерейшн. Отлично. Быстренько переходим в креативный режим. Оп, все, плохая тема. Ух ты, нифига себе, они подлетели. Слава богу, видите? Офигенное, просто невероятно крутое, как вы уже поняли, анимация. А анимация того, как вылетает этот тотем бессмертия. И давайте перейдем к более интереснейшим подробностям. Добавили два новых жителя. Во-первых, это картограф, которого очень долго нужно прям трусить, чтобы он показал нам карты, которые мы можем купить. Это карта для монумента в океане и также карта для Woodland Explorer Map. То есть для пансионата или особняка, лесорубов или лесного особняка, как кому угодно. Давайте мы купим и то, и то. Все, как видите, очень и очень дорого. Вы понимаете? То есть 27, 27 эмбральдов за то, чтобы найти Woodland Explorer Map. Все, забирай, все, больше мне ничего не нужно. И также добавили нового жителя, но вернули, точнее, старого жителя. Вот видите, он в зеленом фартухе. И, к сожалению, если мы на него кликнем, то ничего не появится. И это странно, почему они вернули его и без покупочек в нем. Не знаю, посмотрим больше. И давайте нажмем на Ocean Explorer Map. Как видите, вот так она выглядит. Я не буду это долго искать, я не буду это искать, потому что это будет очень и очень долго. И также, как видите, добавили к мне вот где вот у нас пансионатик. Ну, а теперь, друзья, с помощью новой команды, которая называется Locate, которую я вам рассказывал, если мы нажмем два раза Tab, то мы увидим, что можем найти. И давайте мы напишем Mansion. То есть, что значит то, что мы попадем в особняк Mansion. И нажмем Enter, и мы получаем карнаты, где он находится. И теперь давайте возьмем такие командочки, ведем ТП. Вот так вот, друзья, выглядит наш пансионатик. Вид сверху, вот здесь, по сути, небольшие овечки, а вот там вдали виднеется, что правильно, деревушка. И знаете что, друзья, оно просто невероятно огромное. Я с целой, с полностью уверенностью скажу, что то, что нам рассказывали на Майнконе, это вообще, вообще вот такая вот мизерная крышка, то, что нам рассказывали на Майнконе, потому что он настолько огромный, в середине там столько комнат. И знаете что, я просто не хочу засорять огромное и сделать огромное видео. И решил сделать так, если вам понравилась такая идея, то напишите мне в комментариях. Я запишу отдельное видео по этому пансионатику, и расскажу, что в нем, и как, и к чему вообще просто. Потому что это вот реально будет отдельное видео. Упс, извиняюсь, это был Ютубчик. И, блин, просто невероятное количество. И знаете что, также в Майнкрафте, я вам не буду показать вообще в основном серединку дома, вот так вот выглядит все. И, как видите, на экране можете посмотреть, есть небольшие скриншоты того, что, возможно, может попасться вам в этом доме. То есть, вот такие вот небольшие пиксели Арктики, это реально очень круто и невероятно. Ну что же, вот такое вот у нас было обновление насчет этого пансионатика. Сделаю отдельное видео, если вы поставите лайк, и напишите в комментариях, что вам это реально нужно. Также, побыстренько я вам расскажу про этих новых мобов. И, кстати, друзья, вот я только что искал эти яйца призыва этих разных трех мобов. Это Эвокер, Виндикейтор и Векс, и нашел яйцо призыва зомби-вилледжера. Я не знаю, с чем это связано, он был или же не было. Если вы знаете об этом, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Для меня это будет очень и очень важно. И вот, смотрите, вот у нас Эвокер. Это злобный, злобный волшебник, злобный админ, который пытается вас так сказать, своими чарами, так сказать. И дальше есть Виндикейтор. Это вот такой вот чувак, который, если мы перейдем из быстренько... Давайте сначала мы его пропишем Геймод 1, и сразу же Геймод 0 пропишем себе. То он у нас будет... Во-во-во-во-во-во, смотрите. О, сразу вот эти топорики начинают нас бить. И это просто... Воу-воу, сколько же... Воу-воу, просто невероятные атаки, как видите. Вот такие вот чувачки летают от этого... О, это призраки, и почему-то они все падают, потому что меня не видно. Вот, они все падают, летают. И вот как они выглядят, друзья. Это нереально круто. У них голова визора, так скажем. У них лицо визора, голова визора, так скажем. И они просто перекрашивают. Смотрите, вот-вот он летает сверху. Это было просто невероятно круто. Также вам... Не буду просто вам уже показывать это все. То, что порталы появились в Эндер мире. Это была реально очень крутая, крутая штука. Вы это, в принципе, все видели. Они выглядят, как обычные порталы, чтобы переместиться в город-края. И вот таким вот образом. И самые интересненькие, друзья, нам показали, что у нас есть. Что у нас есть? Это у нас есть лама, друзья. Смотрите, у нас есть лама. Бум, бум, бум. Сколько же их? Невероятное количество. Видите, это крутые ламы. Вот мне, например, нравится вот эта. И давайте попробуем ее, чтобы она нас полюбила. Вот, нет, еще не хочет, еще не хочет. Вот, у нас получилось. Я ее кормил очень много. К сожалению, она не ест ни золотые яблоки, ни золотые... Ни яблоки обычные. Она ест только сено. То есть пшеницу и тому подобное. И теперь мы попробуем на нее взлезть. И если мы нажмем... Э, да, у нас это все получилось. Давайте-ка мы с нее на шифте слезем и возьмем... Знаете что? Давайте мы возьмем с вами коврик. Коврик возьмем. Вот что мы с вами возьмем. И возьмем, наверное, розовый. Потому что мне нравится более розовый вариант. Нажмем Э. И что у нас? А, просто! Вы смотрите на эту красавицу! Это же лама. Это же шикарная лама, которая выглядит. Вообще просто потрясающе. На ней можно кататься, да? Нет, стоп, почему-то я не могу на ней кататься. Что-то до конца я не понял, как им управлять. И почему-то, может, этого еще не добавили. Но если мы нажмем зажатым шифтом и наведем на нее сундуком, то появятся сундуки и появятся три слота. Я не знаю почему, но я не могу никак ее везти. И давайте попробуем заспавнить, знаете кого? Волка. Давайте заспавним волка. И посмотрим, как они будут реагировать на него. И, наверное, в следующих обновлениях я вам об этом расскажу. Ну-ка, давайте. О, они начинают бежать. Ну-ка, плюются, плюются. Воу, смотрите, насколько это огромная драка. Ну-ка, давайте, волки. Давайте, начинайте. Мне кажется, что волки лидируют. Да, они лидируют, но вот ламы плюются очень странно. Друзья, на этом все. С вами был Янеркин. Если вам понравилось вот такое видео, то, пожалуйста, отблагодарите мне своим чарским лайком. Для меня это будет очень-очень приятно и будет мотивировать делать следующие ролики. Всех вас очень сильно люблю. Всех целую. И, ну что, давайте до скорой встречи. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok